Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарии. Глава Министерства внутренних дел Ревенко утверждает, что аудит работы учреждения выявил многочисленные мошеннические схемы с госзакупками. Как отметил Ревенко, 15 ноября в эфире Инпрофунзина напротив Чинуснау, а в МВД провели более 160 служебных расследований, в результате которых из системы уже уволились 40 человек. По словам Ревенко, возглавив учреждения, она остановила серию сомнительных тендеров. Во время проведения аудита обнаружили мошеннические схемы и схемы, благодаря которым одни и те же фирмы получали преимущество во время госзакупок. Могу сказать, что ежегодно десятки миллионов леев попадали в чьи-то карманы и граждане государства платили. За это намного больше, чем положено, сказала Ревенко. В то же время, по словам Ревенко, служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией провела около 160 служебных расследований против сотрудников МВД, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением или коррупции. Некоторые расследования еще продолжаются, это займет какое-то время. Другие уже дали результаты, которые привели к увольнениям. Пока я подписала более 40 заявлений об увольнении, уволенных намного больше, но эти 40 человек именно руководители первого ранга, главы инспекторатов, сказал Ревенко. Ревенко объяснила, что с момента начала проверок того, как выполняют работу, как управляют государственными средствами, как проводят расследования, регистрируют на жалобы граждан, началось противостояние, и многие выбрали, на их взгляд, самый легкий выход – уйти из системы, сказала Ревенко. На вопрос, отделаются ли замешанные в этих схемах лишь увольнением, Ревенко отметила, что ранее МВД не могло сотрудничать с прокуратурой, но сейчас все меняется. Сейчас мы восстановили это сотрудничество. Некоторых уже задержали за их прошлые деяния, других еще предстоит передать правосудию, сказала Ревенко. Также стало известно, что следователи антикоррупционной прокуратуры и службы сотрудников информации безопасности нагрянули сегодня с обысками в апелляционную палату Бельц. Следственные мероприятия проходят в рамках расследования дела о незаконном обогащении одного из судей, его задержали на 72 часа. Как сообщила антикоррупционная прокуратура, обыски проводятся в рабочем кабинете дома и транспортных средствах подозреваемого. По информации следствия, с 14-го по настоящее время судья через третьих лиц владел и пользовался имуществом, которое не было указано в его декларации о доходах и личных интересах. Прокуроры утверждают, что стоимость этого имущества значительно превышает сумму доходов, официально полученных при исполнении обязанностей судьи. Речь идет о трех автомобилях, доме и другой недвижимости. Ранее ВСМ одобрил прошение исполняющего обязанности генпрокурора Робу о начале уголовного производства в отношении судей апелляционной палаты Бельц. По информации портала Зиды GMD, подозреваемым в незаконном обогащении оказался экс-председатель апелляционной палаты Бельц Александру Георгиеш. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.